друзья и я рад вас приветствовать на канале мех вот позади меня старенький всем хорошо знакомый соболь комби посадочных мест 6 плюс 1 под капотом здесь расположился бензиновый двигатель ум и за называется двигатель evadec маркировка а 275 это ум и за 275 мощность двигателя 106 лошадиных сил объем двигателя 2 и 7 литров повторюсь что это бензин сколько стоит этот красавчик я конечно же узнал в автосалоне но прежде чем озвучу цену этого замечательного шикарного пассажирского внедорожника давайте посмотрим как устроено днище на этом автомобиле как машина подготовлена к российским условиям эксплуатации таки российский автомобиль пройдемте пройдемте смотреть шины у нас от известные фирмы кардиан оффроуд злой протектор диски на 16 сзади односка . установлен мост установлены рессоры подвеска значит у нас зависимая рессорная автомобиль рамный как видите выхлопная система тормозные трубки так все здесь интересно устроено включим фонарик у меня же есть фонарик теперь на стабилизаторе давайте пользоваться всеми возможностями стабилизатора здесь вот такой вот специфический отбойник подрессорных листов я не вижу только два основных коренной если я не ошибаюсь обычный или как-то по-другому называют кто знает напишите в комментариях что касается антикоррозийной обработки кузова здесь нас все залито шумопоглощающим антикоррозийным составом везде нигде никаких пропусков нет хотя нет вот здесь у нас открытый грунт не знаю катафорезный он не катафорезный может быть обычно здесь есть небольшой участок с открытым грунтом а так все у нас обработано полностью мавили то что залито мавили во внутренней полости я не вижу на нигде не вытекает эти вот отверстия а мобиль у нас не наблюдается возможно нужно будет его обработать даже невозможно а желательно этот автомобиль после покупки обработать полностью мобилью залить его сплошняком здесь у нас расположилась раздатка на 2 скоростная есть повышенная передача есть пониженная передача принудительно подключается передний мозг задний мозг гребет постоянно задний кардан на закрытых шрусах от такого типа крестовины ушли в прошлое с левой стороны автомобиля расположился топливный пластиковый бак сколько его объем цифры выложим на экран также здесь мы видим фильтр топливный он пластиковый трубки тормозной системы идут по раме дальше топливопровод кузов как я сказал полностью обработан антикоррозийным составом нигде не придраться везде все обработано открытого грунта нигде не наблюдаю качество газа реально изменилось друзья трубки идущие на отопитель подводят житвы из второго ряда ли салона там не знаю как правильно сказать здесь у нас алюминиевый экран глушитель расположился в центральной части автомобиля довольно таки толкать стены здесь у нас расположился резонатор коробка пятиступенчатая тяги на раздатку электроприводов нету есть механические тяги включение понижающие передачи и принудительная блокировка переднего моста сам передний мост он у нас также карданы здесь вот таких вот интересных шрусовых соединениях крестовин нет вводит мост него это не знаю рессоры передняя подвеска зависимая рессорная теперь смотрите если мы здесь внимательно рассмотрим шкварневую систему шаровых опор нет есть шкварня шприцевать нужно сквально каждые 10 тысяч километров ну в общем чем чаще шприцевать тем лучше в отличие от уваза здесь мы видим кардан на крестовина шруса нет не знаю насколько это надежно вот установить вот такую крестовину до которой не добраться или поставить шрус что надежнее друзья напишите в комментариях вот такое соединение на крестовина либо вот на таком вот шрусе теперь что интересно коробка шпите ступка здесь у нас закрыт картер сцепления цилиндрик и теперь внимание поддон на двигателе сейчас видно не видно вот так сделаю поддон пластиковые друзья представляете да машина предназначена для эксплуатации под бездорожью и здесь поставили пластиковый поддон нижняя часть силового агрегата закрыта металлической защиты но она у нас хлипенько гнется защита проклеена вибропластом если постучим то шум гасится однако поддон пластиковой если мы выезжаем на бездорожье на большую колейность и где-нибудь наскакиваем на бревно полена мы можем легко пробить себе поддон не знаю как такое решение почему именно пластик на мой взгляд металлический поддон намного лучше в общем друзья вот такого днища на соболе комби соболь у нас шестиместный и плюс один вводитель то есть всего 7 посадочных мест все обработано все промазано это уже абсолютно другой автомобиль нежели раньше как считаете вот такой вот полноприводный автобус стоит 1 миллион 800 тысяч рублей или не стоит напишите в комментариях ушел в комментарии отвечать на ваши вопросы до новых встреч